Я думаю, что вы и без меня это знаете, но так или иначе напомню, что я лайкаю первые 100 комментариев. Вы что, не узнали меня? Это же я, Пандос Фиксович, а это значит, что сегодня на моем канале будет уникальнейший контент. В общем-то, Яшники выпустили набор с кумиром 88+, средний или туалет. Ну, виси, вы поняли, да, туалет? Как вам шутка? Смешно же? Демарию сразу же в СБЧ выпустили с топовой фоточкой. Посмотрите на эти статки. Вроде и прикольно, вроде и классно, линк по Редосу. Но есть одна проблема. Проблема под названием Франк Рибери, который стоит у меня на том же левом фланге. И я теперь не знаю, что делать. В общем-то, давайте не будем томить. Уже очень хочется посмотреть на то, что мне упадет. Ну, небольшое напоминание о том, какие кумиры мне пока что падают. Собственно, три говнаря и более-менее чувачки в основу. Гарри Ленингера, кстати, мы сегодня затестим в любом случае. Ни одного матча еще за него не сыграл. Ну и настало время, друзья, напомнить вам о своих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Париж. И чемпионат мира подошел к своему концу. Но это не значит, что нет других событий. На сайте у Пари можете делать ставочку на любой вид спорта. Начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Не забывайте про акцию. Фрибайт в размере 1000 рублей, если вы пройдете верификацию до конца. Ссылка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Я, как обычно, друзья, пойду сразу по топ-нациям. Ведь я не пусси. Давайте сразу начнем с чемпионов. Аргентина. Нет, это не Аргентина. Так, может быть это Бразилия? Эх. Так, может быть это голландцы? Блядь, кровь. Постоянно пугает меня. Французы. Дайте мне вера. По-братски. Ну, по-братски. Блядь. Так, Португалия и Усебио? Нет. Ну, короче, есть подозрение, что это какая-то Габелла. Блядь, если это опять Англия, я буду ржать. Нет, это не Англия. Италия. О боже мой. Блядь, вторая версия Коновара. Ну, прикиньте, блядь. Мне просто второй Коновара падает. Блядь. Ну, это рофл, блядь. Ну, вы издеваетесь нахуй. Ну, вот, блядь, вы серьезно? Да, упала карта ЧМ. Типа, блядь. Ну, у меня уже есть Коновара, который... Мне кажется, круче, чем его ЧМовская версия. Собрал я все-таки демарию, друзья. Фоточка просто разъеб. Посмотрите, какая красота. Да и статка, опять же, прикольная. Но в моем составе, где есть Рибери 5 плюс 5, я думаю, что он надолго не задержится. Но конкретно в этом видеоролике давайте вместе с вами попробуем его затестировать. Ну, что, друзья, настал тот момент, когда мы вместе с вами сегодня затестируем Гарри Леникера. Ну, и постараемся еще немножко похерачить лонгшот из Апоредоса. Кто не смотрел прошлый видеоролик, друзья, вы многое пропустили. Во-первых, посмотрите его. Ну, и небольшой тизер на затравочку я вам сейчас покажу. Примерно, что вытворяет этот парень. Так, вот и чувачела, у которого также есть демария. Так, ну что, друзья, полетели. Гарри Леникер, блядь. Моделька сразу видно деревянненькая немножко. Так, заброс на Гарри Леникера. Я чувствую, я чувствую, что надо дать Гарри Леникер. На! Блядь, какой ты не побежал. Как его остановить? Вот как остановить? Почему он намного быстрее, чем Тео Эрнандес? Кто это, блядь? Так, демария. Можно вот так вот делать. Ох, хорошо было. Гарри. Блядь. Вот так вот. Демария. Хорошо, блядь. Эпина. А, в сайт. Сука. Давай, Дэвид Бейкхам. А что делать, блядь? Где все? Гарри Леникер, забежишь? Хорошо. Блядь, братан, не за руин момент. Я перекидываю вот так вот. Оп. О, боже. Гарри Леникер. Вот такой идеальнейший пас от Демарии. Гарри. Леникер. Вот так вот. Блядь, куда давать? Кому давать? Я хуй его знает. Давайте. В Демарии уебет. Давай, Бейкхам, подай так, чтобы все охуели. Штанга. Вот так вот, вот так вот. И забить. Блядь, да как забить нахуй в этом матче? Ну, что за проклятие, ебаное? Блядь, перекладина от Паредоса. Сука. Красотулечка могла сейчас залететь. Сду, блядь. Просто в пизду, блядь. Ну, вот я так и знал, что вот этим все закончится. Блядь, просто ебу. Давлю. Ебу. Давлю, блядь. У него один удар, все, это гол, блядь. Ну, ебаный рот. И, конечно же, это ебаная 45-ая, блядь, минута. Ох уж эти совпадения, блядь. Так, ну давай, он на 45-ый забил. Я тоже. На 45-ый! Отбери. Хорошо! Так вот. Паредос пришел на помощь, блядь. Хорош. Паредос, блядь. Папушка. Патейл как мразь, друзья. Патейл как мразь! БОЖЕ! Блядь. Надеюсь, он не ливнет. Тринадцать сейвов он сделал. Тринадцать, блядь. Это просто невероятно. Охуенный сквад гулит, блядь. Бест ЭТО и пять аргентинцев. Ну, видимо, он свапы выполняет. Так, ну я, по идее, должен просто оббегать. Просто вот так вот даем. Гарри Линекер. А че? Вот можно уебать. ПОПРОБОВА! Гарри Линекер! Здорово, как говорится! Нихуя себе! Ладно. Это было охуеть как невероятно круто. Я, кажется, научился бить эти удары L1-R1. Просто на изи залетело. Ебанись, че за провал? Блядь, он на хай-прессинге играет. Я понял, блядь. Он просто ебет, блядь, своим сратым прессингом, блядь. Блядь, пожалуйста. За что мне это, блядь? Ну, это сын. Хорошей женщиной начинает танцевать. Ну, бля, урод ты. Ну все, блядь, ты со мной просился, блядь. Сейчас я сяду поудобнее. Сейчас буду потеть как мразь, блядь. Чтоб наказать этого ебана, блядь. Так, давайте. Бэком подавай. На Линекера! Сосать, блядь. Сосать, блядь. Гарри Линекер, дубль. Ща, подожди, подожди. Ща, ща потанцуем. Смотри и наслаждайся, уебок. Во что я играю? Во что я играю, блядь? Во что я играю, блядь? Так. Опа. Хорошо получилось. На нахуй, блядь, соси, блядь. Давайте еще станцуем. Для этого молодого человека. Я понимаю, очень любит танцы. Надо, собственно, показать, что мы тоже можем демонстрировать различного рода движения. Линекер! На нахуй, блядь. Че, блядь, потанцуем еще? Хэттрик от Гарри Линекера, друзья. Блядь. Ну, добей. Да! Соси, блядь, соси. Я не поленюсь. Я еще раз танцую, блядь. Еще раз. И так будет с каждым, кто танцует, блядь. На хуй. Сука. Еще одна перекладина от Паредоса, бля. Ебать. Бля, ответочка, друзья. Тоже в перекладину попадает за Руда Гулита. Опа. Хороший пас. Хороший пас. И нужен хороший прострел. И я не поленюсь. Я станцую еще раз. Каждый мой гол будет отмечаться по 3 часа. Ди, Мария. Так, ну что, друзья. Закончился у нас матч. Что с Гарри Линекером? Что у него с Фейсом? Кто это вообще такой? Представьте на этого молодого человека. Ну, во-первых, Дефир, да, у нас лучший игрок в матче. Прошу заметить. Уже идет у нас декабрь. Видимо, о существовании данного бага яшники даже не догадываются. Но стата ровная. 17 ударов меня, 17 ударов моего соперника. Так, ну что, друзья. Третий соперник. Полетели. Так, хорошо. Линекер. Ну, я не знаю. Я попробую пробить, но... И самая удачная позиция была. Так, ну-ка. Бля, просто сотрясает перекладину. Все у него в Паредес. В него, видимо, пушка вселился. Охуеть. Ну, это охуеть, блядь. Данесил, блядь. Гарри Линекер. Блядь, ну как ты не попал здесь? Пиздец. Просто, блядь, два гола на ровном месте. Ну и давайте вместе с моим соперником посмотрим опять на эти повторы. Давайте и здесь тоже выждем всю паузу. Мы ведь никуда не спешим. Есть предположение, что соперники специально до тельта доводят. Ух. Модрич. Блядь. Почему так долго я туплю? Ставим. Такое мутное еще ебанное, блядь. И все, блядь, нахуй. Залетает, блядь, у соперника. Ебал в рот, блядь. Просто тильт полнейший. Надо постараться, друзья, перевернуть игру. Тут уже не до теста карточек. Я выпускаю просто самых ебанутых пацанов. И постараемся выиграть. Сейчас, подождите. Я вам покажу тактику галактику. Так, Паредес хорошо сожрал. Быстро, быстро. Забросик. Ага. Обратно. И на нахуй. Сосать, блядь. Так, тихо. Подождите. Ничего не ясно еще. 3-2. На нахуй. Камбэчная, друзья. Уильямс. 3-3. Опять же, да. Я понимаю, что мы вроде как клиники раздемареетестим. Но проигрывать не хочется. Опа. Опа. Дальше. Дальше. Вот так вот. Гениально. Просто гениально, друзья. Чекайте, блядь. Мастер камбэков. Паредес, друзья. Великий Паредес спасает пока что этот матч. 4-3. Просто, блядь, в секунду нахуй закамбэчили. Ну, разозлили меня, друзья. Нельзя меня злить. Вот что бывает. Не пустить бы киковну, я говорю. Не пустить бы киковну, сука. Ой-ой. Последняя минута. А, все. Конец. Наверное. Сейчас хуйня как-нибудь не произойдет. Да, на секундочку я охуел, блядь, сейчас. Я очень хотел посмотреть, что вот здесь вот я пропустил. Че это было? Давайте смотреть вместе с вами. Оп. Оп. Очкозавр. Так, я думаю, что это ластецкий соп на сегодня. Опа. Тут можно забросик сделать. Хорошо. О, на Ленинкера. Так далеко от себя мяча. Отпустил, Димарье. Да, блядь, да как ты пустый, блядь, нахуй забить не можешь. Паредес, сажи. Сажать, Паредес, хорошо. Паредес, блядь, как он грызет. Просто гений, блядь. На. Еще и как ударил, блядь. Так, Горильники. Бля, ну какой же он неповоротливый. Это, это Габелло. Димарье. На. Сосай, блядь. Димарье сейчас супер отыграл. Так, чекайте пасы Дэвида Бэкхэма, друзья. Вот такой пас, шикарнейший. Потом вот так вот. И на нахуй. Чеба, че залетело за красота от Димарье. Просто с лету, как он приложился. Блядь, ну что за провал? Где мой квадрат еще? Ага, хуй тебе, блядь. Разве это удар? Вот это удар, чекай. О-хо-хо. Он че, хайпершер урубил? Че он, блядь, так резко начал ебать? Пизду. Не-не-не-не. Че за удар, брат? Нет, нет, держать. Ебанись. Это что такое? Бля, как такие провалы? Фух. Так, бэкхэм. Идеальнейший пас на Димарию. Димочка бежит. Димочка бежит. Димочка забивает. Блядь. Не знаю насчет Ленингера, но Димарье приятно удивляет в данном видеоролике. Он и бегает, и бьет, и пассы отдает. Да и дриблинг в целом неплохой. Так, Дима. На Ленингера. Ленингер перебрасывает. Блядь, что за реакция? Ну просто. Тормоз какой-то, блядь, Ленингер. Ну ладно, Димарье еще один гол забил. Так, ну соперник уже откровенно поплыл. Он начинает хай-прешер въебывать. Так, ну что, матч подходит к концу. Дима лучший игрок матча. Точнее, дефит вратарь. Четыре голешника отгрузил. Пацаны, я тут чисто случайно выбил поварда. Я даже не знал, какие задания нужно делать. И тут нахер. Просто халявная, прикольная карточка. Ну что, друзья, давайте зафиналим данный видеоролик одной простой мыслью, что Ленингер, наверное, уже отыграл свое. Четыре матча, три гола, один асист. Ну, статистика прям максимально скромная. У него нет финтов, у него нет скорости. Скорее, я остался разочарованным. Ну, тем более, он стоит 60 тысяч, и то не продается по своей минималке даже. А вот кто меня приятно удивил, это Димарье. Четыре матча, шесть голов, два асиста. Карта очень приятная. Единственное, опять же, вопрос остается в том, куда мне нахрен девать Рибери. Я Рибери собрал за бешеные 500 тысяч. Если по статам смотреть, то Димарье, ну, по всем параметрам просто уделывает Рибери. Но у Рибери есть пять звезд на слабое. Стоит ли вот эти пять звезд на слабое того, хуй его знает. Пока буду думать. Вообще, в целом, я бы пересобрал свой состав. Чуть-то надоело уже одними теми же персонажами играть. Ладно, друзья. Такой вот видеоролик получился, если вам понравился. Оставляйте лукасы, классные комментарии. С вами был я, Пандоц. Всем хорошее настроение. Чао, какао. Так, друзья. Внезапный контент FIFA. Выпустили какой-то пати-бэк новый. Тут даже пик. Вау. Давайте интрижку сделаем, друзья. Так, физуха 76. Ни о чем не говорит. 49 защита. 92 дриблинг. Вот это может быть что-то интересное. 89 передачи. Удары подкачали. Поясные гриллиш. Ну, кстати, не самое плохое, как мне кажется. И вторая карта. Физуха 84. Вносливость 99. 88. Нихуя остатки. Бля, пояс все заруинил. Бронзович. Ну, не знаю, кого здесь брать. Ща буду сидеть думать.